Здравствуйте ребята! Сегодня будем менять Opel Vectra 2006 года в 1.6 задней саленблоки, балки, можно сказать, большие саленблоки, вот такие вот так выглядит ребята вот фирма посмотрите буду менять саленблоки большие мы посмотрим как все пойдет сейчас начинаем развивать за одну подны зайду и покажу будем на месте менять их посмотрим как все будет дай бог все будет хорошо начинаем ребята сейчас под машиной вот смотрите вот это саленблоки они уже убиты постучит уже вот мы и будем его снимать вот водить один болт и второй вот этот ручник отсоединим отсюда маленький болтык 3 4 и пустим вот эту палочку вниз и попробуем на месте менять сейчас подниму немножко машину наверх и ничего не будем дальше разбирать посмотрим как пойдет если не получится уже и дальше разберем посмотрим что как покажет вот этот саленблок еще попробуем его прессовать распрессовать и потом прессовать ребята открутил вот это маленький краштейн который держит ручник на что этот звездочка у нас на е8 она е18 ребята звездочка 18 внутренней на и не знаю видно ли вам здесь или нет это хрен это 4 раз два три 4 откручиваем и балку пускаем вниз вот это хрен пускаем вниз вот это на 4 болта и потом здесь идет болт так я покажу вам когда с ним краштейн вниз но машина немножко поднял поставил на стойку немножечко пока колесо касается вниз если надо будет еще по нему вот и разбираем вот это 4 болта так вот ребята такие болты на звездочках вот такие четыре волка все четыре откручиваешь из отпущу вниз дальше буду снимать ребята ребята амортизатор тоже пришлось снимать потому что краштейн не пускает вниз она не идет вот снимал амортизатор тоже вот сейчас колесо касается вниз я немножко сейчас переподиму придется колеса я думаю надо будет снимать и я буду держать его с этой воздушную подушку поставлю но здесь стоит стойка ребята под кузовом обязательно столько надо ставить и вот здесь такой 6 если получится показать вот здесь есть болт вот это краштейн как пускается вниз на сквозь идет болт снимаем вот и распрессуем вот это соленблок ребят для себя метку ставьте как снимаете понимаете вот как она выглядит здесь вставляем меточку и так и будем прессовать по-другому нельзя по другому никак нельзя ребята как есть таки вот она немножко идет вниз но сильно и не смогу потому что колесо этого не давить делать почти касается 6 я немножечко и подниму колесо достану пропущу вниз и дальше буду открутить снимать показать это я колесо не снимал немножко поднял вот здесь немножечко есть у вас воздушный хрен такого нету вы можете сюда там карат ставить и древяшкой и поднимать немножко чтобы колесо оторвался снизу от земли вот она жестоко не готовит видите здесь кайках и болт с той стороны закручивается тоже на е18 по моему на звездочка ше поправая смотрю что это за до 18 по моему шестки да отлично вот не 18 ребята 100 стороны болт здесь кайка здесь кайки наверное на 17 наверное я точно не скажу ну наверное на 17 ну вот и откручиваем и снимаем это крошки наверх поднимаем снимаем в сторону чтобы не мешала на и потом занимаемся с этой посмотрим как все пойдет ребята обязательно метку не забывайте поставить для себя как стоит так и должно стоять вот ребята здесь на 18 помешка сзади 18 18 18 откручиваем это жайку откручиваем галечку снимаем болтик кайку на место здесь каждый вот достаем такой граждан ребята вот такая крошки ложек остается здесь вот берем берем вот этот реветер микрометру да и они микрометры давали штанген вот здесь по мере сколько она выглядит с той стороны и сколько сколько с той стороны значит внутренность больше который я под машину стоит из наружной стороне вот по мере вот сколько здесь выходит этот с один блок и запоминаем все этот и прессуем также есть который вот здесь я поставил себя метка вот ведь ребята он ровно с это идет я сюда поставил метку снизу и здесь и сейчас померю сколько он должен войти внутрь и так и будем прессовать сейчас я вам скажу по мере скажу все уберем штанги и глубину проверяем сколько она выглядит выходит сейчас секунду ребята но если проверить так у нас получается у нас получается 19 миллиметров почти два сантиметра здесь получается ребята с наружной стороне получается семь с половиной или это 8 вот здесь получается 19 там семь с половиной миллиметр полмиллиметра туда-сюда ничего страшно вот здесь мы будем делать два сантиметра там останется семь или наоборот точно будем прессовать но у меня есть пресс ребята восьмитонник я не знаю не хватает ли хватит ли силой или нет и упираться как стаканчик и втаскивать сюда потому что туда не надо здесь много и наоборот просим тоже туда суда снимем отсюда и просуем потому что сюда мало выходит ну попробуем что-нибудь сейчас но здесь отверстие маленькая ребята я не знаю под ней надо меня найти что-нибудь маленькие отверстие но не совсем на такой болт но им 12 скорее всего но найду какой-нибудь час насадку попробую с прессом сейчас покажу как это выглядит и недорого это стоит пресс это стоит купить себе для таких вещей ну идем пресс показать ребята вот пресс такой чемоданчик 8 тонн 8 тонн ребята так выглядит здесь внутрь тянет сантиметров два почти вот для него есть разные насадки вот это только для меня которые это все по длиннее бывает иногда вот это вообще электриков они на электронных шкафах делают отверстие вот она острые режущие ну я этим стаканчиком пользую я их не пользую с такими не занимаюсь ну вот попробую попробуешь с 8 тонн пресс называется sr 180 8 тонн ну что-нибудь сейчас придумаем обоим мы от этого возьмем подшипника как и стаканчик придумаем через отверстие попробуем его распрессовать посмотрим как это получится все как все это установлю ребята покажу куда что но болтами гайками тоже можно делать допустим у меня есть допустим шоссе вам покажу шоссе вам покажу ребята где этот вот вот с такими можно тоже делать ребята это я сам и сделал для форсунки опель двухлитровый вот такие хрень закручивается на крышку установил вот четыре штуки для меня электрик сделал извините токарь только разделал вот этот и здесь подшипник видите чтобы вот накрутится устанавливаю вот сюда закрутил и тянут но она короткая но это наконечника я придумал и рулявой тяги сам варил попробую если нет пресса возможно сайта такими придумывать что-то для себе если хотите экономить свои деньги если нет тогда приезжайте ко мне я для вас все сделаю от вот так ребята сейчас идем устанавливаем посмотрим начинаем ребята начинаем дорогие друзья так что у меня есть такая хрень трубка и шайбочку на него можем да допустим и сюда можно одевать и соединить этот вот это хрен пресс и потянут можно но я передумал ребята я лучше буду вот эта малочка вот видите маленькая да вот здесь классно сделано вот один два и три все тремя болтами закручен вот это три болта колеса я снимал конечно вот раз два три болта раз два вот там дальше три болта откручиваем вот это плита снимает вот это плита снимаю идем к своему боевому прессу вот у нас пресс 50 тонн стоит вот вот здесь все оборудование действует а зачем здесь поместье если была бы балка да уже бы я бы начинал бы здесь на месте делать вот если это плита снимается а почему бы три этот болта не открутить раз два три штучки но нишки 20 по моему да по моему по моему что посмотрю наверное да на 20 посмотрю как вообще я сам не вижу здесь если свет прямо в классе что посмотрю да двадцатка ребят поддержка двадцатка и все три болта откручиваем сейчас и дальше покажу вам продолжай таки еще хотел сказать ребята не каждом машине так вы сделаете конечно в апеллях можно так делать допустим но volkswagen это классно пускается в неспе пятых допустим это бомба можно легко менять но когда балка вот тогда им тяжеловато конечно но я всегда с это прессом делаю но вроде всегда выручает мне разные инструментами очень много но у вас вряд ли это есть вы можете есть но посмотрите как это делать если первый раз делаете но этот мои видео не для мастеров мастер есть мастер они знают что надо делать вот кто хочет самому делать ради бога посмотрите вот три болт всего сейчас пойду сверху покажу вот ребята ходовая часть здесь там блин это свечо время нашла вот ребята они с той стороны даже выглядят с той стороны закручен я не знаю камеру засунули или нет вот торчит головка раз вы сами увидите два вот здесь внизу ребята ну вот раз между можем три штуки сами увидите вот эта плита закручены тремя болтами всего и ручник идет к нему вот снимаем здесь ручник не снимаем вот поднимаем она выходит легко с отверткой и все достану эта плита 6 ребята вот открутил это болты китри три штучки раз два три и вот соленблок здесь зачем там убивать себе под машину если можно его достать тремя болтами все закручен вот эта внутренняя часть и вот эта наружная часть она так стоит да допустим подвижение автомобиля вот так вот здесь померяем вот допустим померял вам показал да и поставил себе нутку допустим с той стороны тоже сейчас поставлю и под пресс рисуем втаскиваем новый вставляем и все смазываем конечно немножко сейчас я вам покажу она порвана ребята но я руками не смогу этого дела показать вам как сейчас покажу я там взял отвертку ну показываю видите порвался вот там дальше видно ли или нет еще надо кинуть вот там и сверху славится вот здесь но на камеру может не видно сейчас три стороны посмотрим как здесь тоже порвана все любит сюда посмотри ну вот ребята отславился на камеру может не видно можете видеть так ребята сейчас идем под пресс все ребята установил насадку поставил для себе метку но но он тоже есть метка устанавливаем сюда вложим сверху какой-нибудь насадку или кубики или что-то такого что я сейчас одной рукой невозможно конечно вот так и пока давим ровняем и дальше уже посмотрим здесь 70 с половиной меня 70 не могу найти насадку пока давим немножко ровняем и потом уже дальше посмотрим сейчас устанавливаю камеру начинает давить ребят пусть пока будут сейчас попробуем установить камеру чтобы вам видно ну вроде вроде видно но попробуем до пяти тонн поднимается усилия уже начинает идти ребята все это убираем и сейчас находим какую-нибудь насадку где найти такие насадки чтобы подходила сюда семидесятка именно было понятия не имею ребята не знаю 70 откуда найти ну сейчас попробуем найти и давим но ребята нашел насадку но гораздо меньше чем соленблок но или внутрь войдет или снимется я не знаю пока нажимаем отлично но главное его отлично все ребята отлично сейчас будем пускаем там край отлично чат в сторону старый соленблок убрал сторону смазываем ребята немножечко по краям здесь почистим 6 шоточка интересный и начинаем рисовать все ребята рычаг немножко почистил и смазываем масло чтобы скользнулся все смазываем все смазываем все устанавливаем на прессе метку ровно метку ровно держим только по меткам ребята сейчас секунду сейчас секунду все есть сейчас поближе все метка стоит стоит русского моего контента вторые ножка Посмотрим сколько давили ребята. Убираем, убираем. Смотрим сколько вышло. Сейчас померяем здесь. Есть ли 7,5 или нету. Сейчас посмотрю, у нас получается здесь 6,5. Где-то полтора миллиметра еще. Гоняем и все. Есть. Еще попробуем. Ну где-то так. Сейчас опять подстаем. Еще раз проверим. Еще раз попробуем. У нас получается 7,7. Где-то полмиллиметра ребята. Не дожалый. Полмиллиметра всего. Но это понимает очень тяжело ребята. Там миллиметр туда, миллиметр сюда. Но постараться надо делать как-то. Но еще чуть-чуть. Пусть подадут 8. 7,5-8. Полмиллиметра я думаю ничего не даст. Сейчас. Сейчас ребята. Сейчас я вам показываю. Вот видите. Сделаю назад. Вот метку, которую поставил. На свет не видно. Вот метки есть. Метки есть. Здесь получается наружу выходит 8, да? 7,5-8. И все. Вот готовый кусок плитка. Ну, балка сказать или что сказать им правильно. Ну, идем устанавливаем. Три болта здесь. Раз, два, три. Один в середине. Четыре. Кроштейн и ручник одеваем и все. Сейчас идем установить. Ребята, вот кроштейн так выглядит. Вот видите. Вот этот в стороне кузова наверх. Вот эта нижняя часть. Болты отсюда закручиваются. Раз, два, три и четыре. Все, ребята. Потом, смотрите, когда. Вот как-то, когда заходит. Сейчас как-то подержи его. Вот, ребята, видите. Вот так она заходит. Так. Вот. Вот так заходит. Ну, пока вот этот болт не закручиваем сильно. Вот этот нельзя закрутить сильно, ребята. Пока. Но туда доступ нет после закручивания. Потому что там уже к этому постарайтесь, постарайтесь. Как было, как сняли, посмотрите. Ровно. Потому что когда вы зажмете, когда машина отпустит, он может развернуться или блок. Понял? Оторвет, блин. Поэтому надо это все понять. Но там-то муансов много. Ну, как объяснить, только показать надо. Понимаете, ребята? Ну, попробую. Попробую вам показать это тоже. Вот так. Вот так. Сейчас устанавливаем, закручиваем три болта. Одеваем ручник сюда. Она проходит отсюда. Отвертку немножко поднял. И все. И загибаем потом обратно назад. И здесь где-то в это ушко, по-моему, закручивается. Только что открутил. А этот ручник еще где-то закручивается. И все. Идем установить назад. Вот, ребята, установил этот рычаг. Вот, балку. Может вам сказать. Вот три болта мы закрутил. Так легче гораздо делать, ребята. Если балка, уже придется на месте делать. Вот. Который, смотрите, ребята. На той стороне смотрим. Вот видите? Вот как стоит. Вот это. Вот смотрим, в каком. Вот здесь тоже так делаем. Вот я для себя метку сделала. Вот внизу метку. Видите, да? Когда мы будем колесо пускать вниз, он его развернется, рычаг идет. Вот поэтому и вот в таком расстоянии где-то и держим. И закручиваем вот эту гайку хорошенько. И смазываем обязательно палкой. Обязательно смазываем. И с пистолета не закручивайте наверх, ребята. Открутить тоже не надо. Сорвал ее и потом открутили. Потому что она прямо закручена наверху. Не дай бог там развернет гайку, это пипец просто будет. Так что вот так вот это. Сорвал ее. Вот ровно держим. С этой рычагом ровно оставляем. Вот это такая штука ровно. И закручиваем ногу. Вот закрутил центральный болт. Ровно с убалкой держим. И смазываем палкой. Ребята, смазываем. Обязательно смазывайте. И попробуем сейчас попасть в отверстие. Но она далеко, конечно. Надо будет домкаратом поднять немножко, ребята, здесь, чтобы попасть сюда. Руками поднять можно, но тяжело, ребята. Сейчас домкарат вставляю снизу немножко. Главные резьбы попасть. Все четыре. Все четыре попадаете. Один сразу не закрутите. И сейчас там город позву, подниму немножечко. Вот, ребята, немножко поднял. Болты достаточно длинные. Постают. Сильно не надо упирать туда. И попробовать толкать его по своим местам. Надо поправить, попробовать. Сейчас еще немножечко. Опа, выскочило. Сейчас еще попробуем. Поднимаем еще. Немечко в сторону толкаем. Сейчас еще один болт смажу. Еще один болт смазывали. Хотя бы один попасть надо. Основной попасть. Немечко. Помогаем. Главное, одна резьба, пару резьбов, сколько вообще. Сейчас еще немножечко. Толкаем. Все, одна резьба, одна толка есть. Сейчас попробуем второй. Тот же потолкаем. Уже можем поднять, ребята, посильнее. Но никуда не уйдет. Все есть. Берем ключ. И попробуем закручить его. Ребята, попробуем. Постарайтесь ровно попасть в резьбу. Не дай бог. Если криво попадете, потому что туда доступ нет уже больше. Доступа ноль. Поэтому постарайтесь, чтобы все ровно было. Вот еще один здесь. Что-то попробуем. Но пока не попадаем. Главное, переднее попасть в него. Или чем-то не. Сейчас опять поправлю. Сдуваю на твердку. И толкаем в рычаг. Все, отлично. Тоже закрутил. Два есть. Сейчас третий. Где у нас смазка. Смазываем обязательно, ребята. Немножко с отверткой. Главное, сюда попасть. Все есть. Отлично. И сейчас берем, 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 берем. Третий. Четвертый. Выносим четвертый болтик. Четвертый, четвертый. Вот здесь. Тоже смазываем. И попадаем в четвертый. Все, отлично. Все, отлично. Вы по правой зажимаете, ребята. Дальше. Вот так. Смотрим. вот так ребята все 4 закручиваем потом вот это крышки сюда сюда за просто который и потом устанавливаем этот я вам покажу уже как называется амортизатор закрутим покажу вам сейчас закручу это все из 4 болта но достаточно сильно закрутите ребята все закрутил все зажимал целым блок поменял вот амортизатор когда пускаем колеса вниз одеваем колесо и закручиваем нагрузки чтобы была нагрузка и потом закручиваем ребят без нагрузки не закрутить от сам блок накрутиться внутри и портится и все шанс выйдем на другую сторону сейчас это раз для вас сделаю по-другому ребята рычаг вот видите там который на вот раз два три болта который я вам перешли показал откручиваем и 4 этого центральный болт который держит целый блок вот этого не открутим метку для себя вставляйте где должно быть и таки одеваем назад понял по-другому никак ребята потому что я их делал я знаю как должно быть вот здесь один блок как порвался даже трескался полностью 6 где на подведите как трещина левая сторона 300 так что вот так ребята откручивайте вот это четыре болта вот четыре болта откручиваем один вот это откручиваем который держит вот это ручник отсоединяем отсюда ручник тоже вот три там четыре здесь вот еще вот здесь рела этот его доступ нету туда после этого 4 доступ будет снимаем для себя метку вставляем как должно быть и здесь тоже метку вставляем для себя как соленбулок должен прессоваться и все ребята и идем под пресс но на месте тоже можно делать немножко геморрой поэтому ее снимал если снимается почему бы нет на месте делать если нет балках уже на месте дела и когда будет такие машины малка соленбулок иметь я вам покажу как это все делается ребята удачи вам всем счастливо но после этого сейчас мы соленбулок эту сторону тоже поменяю сейчас уже посмотрим впереди подушки средние которые сзади впереди не боковые а средние тоже попробуем поменять их покажу вам как это все меняется пока я это соленбулок поменяю ребята и когда буду менять подушкой я вам покажу